Начинать-то начинаем, но с чего? Ну, начнем вот с чего. Я с большой радостью хочу представить вам проект Красноярской музейной биеннале «Зеркальные нейроны», который был открыт как бы после открытия первых трех проектов. И очень важно понимать его роль и функцию в этом событии. Мы не так давно, 17 июня, открыли очумелую выставку огромную с немецкими художниками. Также мы открыли выставку корейской фотографии, открыли выставку медиаторов, интерпретирующих нашу коллекцию. Но эти все проекты, три больших, ну два совсем из них крупнейшие, они носят такой опосредованный характер, когда художник не напрямую участвует в реальном экспозиционном результате. Ну, в очумелой выставке с помощью инструкций, пересылаемых из Берлина в Красноярск, уже все про это наслышаны. И здесь чьи-то, так сказать, очень умелые ручки прикладывались к этим инструкциям. Фотографическая выставка, она в принципе через опосредование, да, цифры объектива, фотоаппарата. А вот этот проект, который я сейчас вам хочу, попытаюсь представить о всех его цветах, красках и глубинных смыслах, он ручной. Художник преодолел расстояние и приехал к нам сквозь все кордоны. И сам лично в течение недели расписывал практически стены вот этого черного ящика, о котором нужно сказать первые главные слова. В 2017 году мы произвели реконструкцию единственного оставшегося на тот момент музея Ленинского пространства. И оно, собственно, и посвящено революции как таковой этому периоду. Эти так называемые красные залы были нами очень активно взбодрены, расслоены, к ним добавлен целый коридор с тысячей одной вещью советской цивилизации. И в то же время здесь, в этом идеологическом контексте, который весь сохранился, мы добавляли такие очень деликатные вторые слои каркаса и конструкции, которые, в общем, оттеняют и разрыхляют этот жесткий монументальный дискурс, так его назовем. Но в центре всех этих 500, то есть 700 квадратных метров с новыми прибавлениями, в этой пустоте раньше, мы взяли и встроили большой черный объем. Это такой, знаете, черный куб. Если белый куб – это символ современной галереи, то черный куб – это символ современного музея, наверное, по крайней мере, музея революции, бывшего 13-го Ленинского музея. И этот черный ящик, так мы его в итоге и назвали, является практически микрогалереей, в которой с определенной регулярностью, чистотой тот или иной художник, а то и музей представляют свое личное персональное высказывание в рамках вот этого гигантского нарратива расслоенного, идеологического, контридеологического, официального, нонконформистского. Все линии из всех углов здесь как бы собираются, перевязываются и забываются, может быть. Все зависит от авторского высказывания. И вот в год столетия революции первым резидентом этой черной капеллы оказался Игорь Тишин. И он сделал гигантский рисунок над свежевыкрашенных черных стенах, рисунок мелом. И фактически проект назывался «Что делать?», как цитата из цитаты Ленина, та работа, которую учили все дети, так сказать, и студенты в советское время. Он разметал по этим стенам таких демонов, революции, призраков коммунизма. И такой вихрь, который закручен был в очень эффектную композицию, супермасштабную. И вот эту работу мы очень долго хранили, ценили, показывали. Но в какой-то момент надо было соответствовать своему кураторскому решению и замыслу и вводить сюда новых экспозиционеров. Тогда что мы сделали? Мы закрыли черной тканью эту графику, и на ней уже 3, а то и 4 года производили разные выставки камерные. Очень хорошие художники, здесь были очень хорошие музейные вещи. Но вот в нынешнее время пришла, видимо, какая-то пора начинать открывать все тайники. Так у нас немецкий куратор Тибедороидер уговорил нас открыть светелку, открыть речную галерею к ее первозданному виду. Ну и здесь получилась примерно такая же история. Первозданная фреска, роспись, графика, суперграфика, которая была в этом черном ящике, она была Игоря Тишина. Я как куратор этого пространства предложил Игорю в начале года подумать о том, что же можно сделать, каким-то чудесным образом вспоминая эту работу через 4 года. И вот в этих переговорах у нас родился замысел, который в итоге получил вот это название «Частичное затмение». И фактически это такая самая музейная работа 14-й Красноярской музейной биенари. Поскольку с одной стороны мы находимся в недрах музея-музея, причем музея с самой первой версией и второй. И в недрах личная история художника, которая свою фреску сейчас преобразовывает в новое произведение. Ну давайте заглянем, наверное, теперь внутрь этого пространства. И мы обнаживаем абсолютно контрастную историю. Если снаружи это темный, черный ящик, такая, знаете, не побоюсь этого слова, Кааба, потому что очень хорошо иметь такие ассоциации с какими-то мощными символами человеческой цивилизации. И долгое время он внутри был очень черным. И впервые вот сейчас он высветлился, и основной тон у него подмалевок, что ли, грунт, это белый. Но что здесь нужно говорить, наверное, в первую очередь? Вы видите то тут, то там окна черного фона с белым рисунком. Это вскрытие в белом гофрокартоне, который абсолютно упаковывает сверху донизу всю эту комнату. То есть самая первичная фреска, о которой я говорил. То есть работа «Что делать?». Это действительно суперграфика, поскольку на этих почти пятиметровых стенах был расположен вот этот гигантский рисунок мелом, который с лесов рисовался. И в нём очень крупные персонажи, крупные фигуры. И основная иконография этого, это работа, это Троцкий. Несколько портретов не очень узнаваемых людей. Есть Ленин, есть даже автопортрет самого художника, который вот там сверху на всю эту вихревую композицию смотрит. И ещё много рук, которые тоже местами художник вскрыл. И вот чтобы создать ту самую реэкспозицию, новую работу, было принято решение сделать такой же с жанром искусственной археологии. Чтобы что-то открыть, сначала нужно закрыть. Как говорил кто? Или кот Матроскин, или чебурашка. Или мы. Поэтому мы, в согласии художника, по его схеме и проекту, нашли, чудом нам повезло, белый гофракартон. И таким образом, как бы, как обоями заклеили эту комнату. А дальше автор уже начинал вскрытие первого слоя и работать с самим этим слоем новым. И более того, накладывать на него третий слой. В итоге у нас такая трёхслойная композиция возникла. И вот эта тема частичное затмение, оно в этом случае, видимо, каким-то образом и проявляется. Поскольку то чёрное пятно на большом белом фоне выглядит как клякса, чернил. То, наоборот, эту чёрную суперграфику мы закрываем белым в разных местах. И туда, и обратно на самом деле движется вот этот момент затмения. То мы просто навешиваем на один рисунок, как вот здесь другой, который частично его закрывает. И вот всё время три, наверное, слоя движутся в этой инсталляции друг относительно друга. Поэтому нельзя назвать это даже фреской. Это пространственное произведение. А если говорить о том, что оно по всему периметру расписано, разрисовано, разрезано и раскручено, то здесь мы имеем дело в каком-то смысле с понятием панорамы. Ты можешь встать в центре, крутить головой и собирать всевозможные фрагменты в какую-то целую интригу, повествование и сюжет. Ну, кто является, может быть, таким важным протагонистом, первым персонажем, который взаимодействует с нашей способностью что-то воспринимать? Это прежде всего маленькие изображения. Есть холсты, есть фотографии, есть акварельные рисунки. Самые разные техники. Есть даже зеркала старые, на которые наклеены фотографии. И все вот это большое количество микроизображений, оно в основном рассказывает о таких диктаторах пролетариата. Здесь три-четыре основных иконы Октябрьской революции большевиков. Ленин, есть Карл Маркс, отдыхающий на диване. Несколько Троцких, еще какой-то большевик, история которого не очень известна. И новый персонаж, Карл Радек, новый для этой комнаты, потому что и Троцкий, и Ленин здесь уже были и жили. К ним добавляясь их новые проекции. А вот Карла Радека не было, и он стал каким-то таким тоже важным и существенным ключом, персонажем во всей этой истории. Например, самое крупное изображение на новом третьем слое. И его достаточно много. Вот он, потом он на зеркалах начинает. Ну, а про Радека что можно знать и нужно знать? Это самый извительный большевик был Ленинского призыва. И он такой острослов, остроумный, и ради Красного Соса не пожалел даже отца народов, который ему этого не простил. И первой волной процессов засудил. И потом его убили по приказу, так сказать, естественно, генсека уже в самом лагере. Вот такая естественная судьба большевиков первого призыва, которых Сатурн революции поедает, как своих детей. То же самое мы помним по Троцкому, который был зарублен топором, ну, ледорубом, давайте их назвать, уже в эмиграции в Мексике. И вот эта первичная история, как бы, этих искупительных жертв, самих же революционеров, здесь была взята за основу, что ли, рассказа. Но, с другой стороны, здесь очень важно, находясь, допустим, в каких-то таких пространствах, посмотреть снаружи. И там, мы видим, в глубине светятся лица других персонажей. Это та самая первая версия экспозиции, музея Ленинская, с 1987 года. И мы начинаем понимать, что на нас что-то смотрит еще и снаружи, не только изнутри. И даже вот этот самый крупный портрет Ленина, с таким сверлящим взглядом, он, как говорят в анекдотах, именно так смотрел на буржуазию, как Ленин на буржуазии. И для нас это дает дополнительное понимание вот этого сложно организованного, многослойного пространства. Вот эти цикл красных командиры и вдоль этих стен, с той стороны, из витрин смотрят комиссары, они сверлят эту комнату взглядами. И в каком-то смысле просверливают ее, то ли вот в этих черных больших вскрытиях, то ли в каких-то уже отдельных работах, в рамках. Таким образом, художник, может быть, даже, нет, я думаю, интуитивно это все чувствует и понимает, он транслирует эти взгляды и эти лица в новом качестве. Он их трансформирует и начинает с ними играть. Ну, игра в этом смысле, это культурное слово, безоценочное. Он работает, как бы сказать, с этим материалом, как исследователь и одновременно свободный визионер. Поэтому мы начинаем видеть, когда на портрете большевика часть его лица вдруг начинает немножко в бинты мумии, наверное, преобразовывать. Здесь он добавляет и рассказывает об этих странных существах. В нем что-то нечеловеческое. Сейчас вот я потяну черепашку-ниндзя здесь начинаю видеть. Ну, наш опыт, так сказать, голливудских блокбастеров никуда теперь не вытереть из головы. Поэтому здесь самые любые ассоциации в этой игре возможности интерпретации welcome, вперед, приходит, пускай. Ну, и, кстати, здесь нужно добавить, что меня особенно восхищает в этой работе, какая-то ее вот эта вот виртуозная небрежность или небрежная виртуозность. Ну, вот слово виртуозность ключевое. Тут надо пару слов просто сказать, что Игорь Тишин, по моему мнению, художник такого мощного европейского уровня современной. У него двойное гражданство, белорусское, бельгийское. Ну, живет он между Европой и Санкт-Петербургом. И вот нам очень повезло, что он таким нашим давним другом стал, партнером. И фактически сделал вот эту роспись, живопись, графику. Здесь вот граница между рисунком и пятном живописным очень неопределённая. Это здорово. Здесь хочется, конечно, много говорить об искусстве, когда-то начинают вглядываться в какие-то такие вот картиночки. Это единственные женщины, да? У нас всего три девушки здесь. Вот эти девушки, как он говорит, подруга большевиков. Я тут всё время вспоминаю Филонова с его аналитическим таким раскладом. Ну, не говоря о том, что вам много здесь и про Малевича. Частичное затмение названия выставки пришло после взгляда на картину с Джокондой с 14 или 15-го года Казимира Малевича. Мы её можем тут же добавить на экране. И там вот эта вот игра плоскостей чёрного-белого. Там даже есть буква, сдаётся комната в Москве. Из газет вырезаны фрагменты. Вот этот калаш, он совершенно здесь как бы родственный и очень, так сказать, комплиментарен. Ну, а с другой стороны, мы можем вспомнить о родине великих художников 20-го века, Белоруссии. Я хочу сказать, такие художники, как Хаим Сутин, чьё время, особенно сегодня, пришло. Он один из самых, наверное, таких знаковых художников для любителей живописи 20-го века. Он же был бы в Белоруссии. Не говорят, что Шагал, Малевич Витебский и целая плеяда ещё кого-то. Да, Эль Исицкий. В общем, Белоруссия каким-то образом действительно в авангарде очень сильно прописалась. И, возможно, поэтому для самого художника Игоря Тишина вот эта тема антропотипов 20-х годов, прошлого века, не отпускает уже многие годы. Вся его великолепная галерея холстов, рисунков, она пронизана и пропитана вот этим вниманием к авангарду, где очень многое было заложено. И сегодня мы, в общем-то, деятели культуры 21-го века в России присягаем на преемственность и на наследие этому всплеску вообще креативности мирового уровня. Ну, а говоря о всплесках, об энергетизме и о какой-то вот, не знаю, размашистости, вот на эту комнату следует посмотреть, как на такой кабинет доктора Каллигарии, на такое очень экспрессивное, экспрессионистское пространство. Если смотреться по-крупному на всю помещение, то мы увидим, как сама новая комната нарисована на этих стенах. И вот эти вот красные линии, это на самом деле сдублированный стык плоскости в углу. И вот этот сдвинутый угол, сдвинутая плоскость потолка, все качается здесь, в этой новой комнате. Для кого-то она может напомнить, там, беленую хатку, да, крестьянскую, для кого-то комнату Маяковского, который, помните, писал в стихотворении «Разговор с товарищем Лениным»? Двое в комнате! Я и Ленин. Фотография на белой стене. И вот белая-белая комната с черными окнами. Это какой-то вообще серьезный архетип, который мы здесь с художником получаем. Он многослойный, он архитектонически сдвинутый. Я бы еще добавил теперь к этой архитектуре, этой живописи, важную часть, как вот этот фантастический потолок. Ну, мы его в 17-м году разобрали, когда строили эту капеллу. И с тех пор, в общем, это единственное место подлинной, брутальной архитектуры, конструкции даже, будем говорить, которые скрывают подвесные потолки в других залах музея. И вот этот мощный крест полутораметровых почти балок в этом месте еще раз подчеркивает какую-то, знаете, фундаментальную энергетику пространства, ну, можно говорить, и времени, понимая, что это эпицентр вот этой исторической катастрофы, в которой были, наверное, плюсы и обретения, как искусство авангарда, но было очень много минусов с точки зрения человеческих жизней. Но, тем не менее, этот перекресток, этот крест, он придает в пространство, наверное, какой-то еще и сакральный оттенок, такой храмовый, знаете ли, храмовую интонацию, храмовый настрой. И это тоже нужно очень сильно приветствовать, если такие ассоциации уместны, поскольку революция, она имеет дело с сакральными смыслами, когда приходит, да, и всю повседневность, в общем, сильно высоко пытается поднять. Хорошо или плохо, это даже сейчас не обсуждаем, просто так она работает, эта катастрофа. Вы, наверное, заметили, что на этих стенах появляются фрагменты обоев, как вот эти полоски, прорисована мебель в натуральную величину, как эта кровать, стул. Иногда, честно говоря, задумаешь, засмотришь, хочется сесть на этот стул. Тут какая-то странная гладильная доска, в которой вдруг зеркальный, до того наглажена она утюгом какого-то времени, революционного, что превратилась в зеркало эта поверхность, такое зеркало мутное, старое, которое вас слегка отражает. И на нем вот лежит то ли голова, то ли потом мы присматриваемся, часть лица вот этого рисунка. Просто она отсюда вырезана ножницами художником и сдвинута, отодвинута сюда, как маска. И в этом зеркале вы можете тоже поискать и увидеть на самом деле свое кривое изображение. Что меня сильно удивило, художник мне потом говорит, а это вообще-то портрет Сурикова. Внезапный такой аммаж Красноярску вот ему пришел на ум. Мы видим эту шевелюру, ну у Василия Ивановича Сурикова была такая очень пышная прическа. И в этом смысле это такой автопортрет вечного художника, он себе много рисовал в этом смысле. Но когда ты посмотришь чуть выше и увидишь, что там голова Троцкого, над которым замахивается топор, палача, то и эти две вещи начинают вступать в общий диалог. Здесь уже как бы вторая стадия работы Ледоруба. Покатилась головушка. Ну, если говорить о Сурикове, кстати, здесь есть еще важный момент один. Это вот фрагмент рисунка первого, мелового периода, как бы я это назвал. Это кулак с зажатой свечой. Это тоже вообще почти буквально цитата из «Утрострелецкой казни». Это самая первая картина Сурикова, все ее знают с детства, где один из центральных стрельцов держит эту свечку, и она последний миг его жизни освещает. И вот эта ассоциация вполне уместна, поскольку здесь про эти казни человеческие, египетские, в Библии это написано, очень много чего говорится и показывается. Ну, если не говорить, это совсем секретная вещь. Очень хочется сказать, но придется. Про Карла Радека существует совершенно такой подтвержденный факт. Уже через много лет после его, так сказать, смерти, Сталин, ему в руки попал альбом академических рисунков русских художников, обнаженных фигур. Там снова мужчины, иногда женщины. Ну, в конце 19 веков. Там есть Серов, там есть Репин. И вот среди здесь десятков рисунков, а на каждом рисунке Сталин оставлял карандашом извительную надпись, сравнивая что-то там своих коллег, так, если можно, коллегами, своих этих, как их называть, сатрапов, да. И в одном рисунке он написал про Радека. Что Радек не был бы ты такой злой, был бы живой. А перед этим совсем неприличную фразу пишет он. Я его не могу же произнести сейчас, но вы в интернете можете ее найти. И я к чему клоню, что эта надпись сделана на рисунке Василия Сурик натурщика со спины. Вот это поразительные какие-то здесь связи возникают, и поразительные факты вскрываются вот с этим вот персонажем, который на самом деле является псевдонимом, так же, как и Ленин, так же, как и Троцкий. Это все их партийные имена. Вот эти двойничества какие-то. Маски очень близко к этому всему театру магическому революции. И они очень свойственны. Ну, это вот немножко про радикальность через букву «Е» этого пространства. Давайте посмотрим на автопротрет Игоря, который сам по себе лицо частично прикрыт надписью цитата из текста «Что делать» Ленинского. Он очень длинный, большой, он вот досюда продолжается, но художник фрагментировал в 21-м году только вот этот фрагмент. Не закрывает себе там продолжение глаз. И вот зная об этом, может быть, это какое-то тоже важное послание, художник не закрывает свои глаз, не закрывает глаз на все это. И в то же время главный инструмент вот этой инсталляции закрытие. Вот этот парадокс, закрываем-открывая и открываем-закрывая. Мне очень кажется ценным, важным, и вот с этим парадоксом как бы мы примиряемся и, что еще сказать, ну и расширяет наше вообще образное восприятие, мышление, воображение. Что нужно следовать сказать? Для чего это все придумано? Как это работает? Я уже несколько раз про это говорил, но сейчас еще раз, наверное, подчеркну, что вот эта многослойность раз, два, с рисунком, да, три, а еще и с четыре, когда зеркало мы подключаемся, и в зеркале начинает отражаться другая сторона комнаты, таким образом получается вот эта зеркальная механика мира, пространства, времени, и они как туда, так и обратно движутся, эти направления нашего взгляда. И эта игра изобразительной плоскости, это ее, еще раз подчеркну, какая-то удивительная механика, это уникальное свойство именно этой работы из-за ее многослойности, понятно, определенной. Но что бы я хотел вам добавить и сказать, что вот эта вот плоскостная динамика, она здорово ассоциируется с архитектурной динамикой этого зала. Дело в том, что из каждого выхода этого маленького блэкбокса вверх и вниз движутся лестницы. Вот эта лестница, она такая эшеровская, виртуальная, но она нас тянет вот за эту красную, огромную стену героев Гожанской войны с точки зрения большевиков, за стену, где у нас расположилась советская изнанка, огромный коридор. А вот тот выход вытягивает нас в пандус очень длинный-длинный, который выбрасывает нас вообще в современность, в пространство ванзалы. И таким образом это пространство оказывается на оси переходов. И вот эта переходность этого пространства, она тоже такая очень значимая и важная. Вот мне это особенно греет, потому что эта мысль приходит нечасто, и тут нам поможет с вами выдающийся социолог Ирвин Гоффман, который сказал, сейчас вспоминает важную фразу, реальные только переходы между мирами, а не сами миры. То есть вы ждали от меня важнейших слов, вот это одни из этих слов, которые я сейчас говорю в эфире, потому что мы вам показываем реальность. Очень важно войти в этот процесс становления всем и ничем, становления другим. И вот эта работа Игоря Тишина как никакая прекрасно это демонстрирует, показывает и дает даже в руки нам инструменты восприятия. Просто надо вот в игру этих зеркал, в игру этих пространств, этих балок конструкции войти, отдастся и получить этот уникальный опыт. Здесь мы видим на входах две буквы. Они, начальные буквы слова «революция». Более того, эти буквы сами по себе целый памятник музея Ленина. Дело в том, что они висели на главной стене в центре в аванзале. Это была строчка «дайте нам организацию революционеров». А вторая строчка осталась и мы перевернем Россию. Можно выйти по этому пандусу и ее там же обнаружить. А первая перекочевалась сюда и где-то растворилась под потолком. Но две буквы в этом случае художник попросил, потому что перевод названия выставки «Частичное затмение» что на английском, что на французском начинается с этих букв «Partial Eclipse». По-французски не буду позориться, но временно то же самое «Eclipse» и «Partial». И вот это партийное затмение можно не переводить здесь тоже очень большое значение. Поэтому P и A это и ре и это ре какая-то реэкспозиция этого зала. То есть очень много значений даже вот в этой маленькой детали. Хотя буквы продолжают скрываться и писаться в самых разных местах. Ну и какие еще очень важные смыслы и ассоциации мы здесь должны вспомнить и обязательно о них сказать. Дело в том, что смысловой посыл вот этого пространства и этой работы это демонстрация вот этого важного и главного феномена музея революции, который мы построили и с которым в общем обращаемся к публике. Этот главный феномен называется парадокс одиночества и единства. Вот это то, что современная философия искусства ну и не будем бояться слова наука могут взять из этого совершенно отрицательного опыта гигантских потрясений 20 века. Революции прежде всего и вот этой победной так сказать поступи социализма по шестой части суши 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 в течение 70 лет. Это очень с точки зрения гуманитарный опыт негативный, но с другой стороны там были вспышки естественного стремления к солидарности. Вот это коммунистическая утопия, но честно говоря так просто ее через 100 лет уже не хочется стирать как абсолютный тупик. Сегодняшняя повестка дня западной мысли прежде всего и такой вот продвинутой европейской это поиски новых оснований для сообщества, новых оснований для коммунитарности, для комьюнити, вот слово коммунизм откуда-то произошло. Но уже понимая, что Маркс и потом вот эти практики так сказать реального социализма они наделали кучу ошибок, но это не значит, что надо полностью закрывать этот проект. И вот через так сказать эти годы этот опыт с поддержкой Вальтера Бениамина, Мираба Мамардашвили мы понимаем, что речь идет о том, что нужно научиться оставаться одиноким. Одиночество это главная сущность идентика человека с большой буквы. Одиночество перед Богом, перед космосом, перед миром. И в то же время между этими одинокими героями только тогда возникает подлинная солидарность. Поэтому эта работа, она вскрывает по крайней мере эти зияющие высоты, эти темные черные дыры, которые и влекут на самом деле мысль искусства, на самом деле гуманитарную практику сегодня за далекие горизонты. Ну и кстати, вот как может быть дополнение иллюстрации мне все время приходит в голову стихотворение, очень важное стихотворение, ключ к пониманию этой работы. Иосиф Бродский, самое знаменитое, самое популярное сегодня в соцсетях стихотворение, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. И вот я бы хотел из этого стихотворения привести сюда как абсолютную просто словесную иллюстрацию к этой живописи, или наоборот живопись является иллюстрацией к этому стихотворению, где-то предпоследний абзац этого стиха. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были, не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями за приз и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. И вот здесь в этом стихотворении оно все посвящено про каластрофобию, про какой-то эскапизм, убегание от окружения, но вообще оно написано в коммунальной квартире и прежде всего от этого ближайшего окружения, но потом и от Советского Союза и может быть в принципе от обреченности мира. Но вот очень важные слова «слезься лицом с обоями». Вот это на самом деле иллюстрация того, что делает здесь художник, и ключ точнее, это формула. сливает с обоями, которые специально сами создали, сами расписали, вот эти руки художника. И все эти портреты, вот особенно здесь мы можем видеть, он написан в мастерской, но вот слит с обоями уже здесь, вот эти торцы, и даже краска с обоев попала вот на эти фрагменты. туда-сюда вот так все движется, в том числе еще и в самой живописной технике. Ну, а то, что мы здесь и шкаф видим, да, за которым мы забаррикадировались от экзистенциального холода, революции в том числе, а то, что через эти дыры к нам пробивается и хронос, как бог времени, да, космос, в этих черных дырах эрос, здесь есть, так сказать, эротические мотивы, ну, и сама вот эта стихия живописного удовольствия в каком-то смысле, ну, а про вирус чего уж говорить в наш 21-й год. Еще одна важная фраза, там, в другом месте этого стихотворения Бродского, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вот эта фраза, она тоже дает важную метафору для этой работы, вот эта комната одушевлена, у нее есть свои глаза. Ее догадки, это вот то, что я сейчас практически транслирую в этих, как бы, рассыпанных ассоциациях, референциях, да, и смыслах. Собственно, для этого и существует музей и музейные сотрудники, чтобы сделанную вот эту вспышку, всплеск экзистенциальной энергии искусства попытаться все-таки, ну, не то, чтобы разожить по полочкам, а придать этому дополнительный смысл. Хотя на самом деле, прежде всего, нужно быть здесь и отдастся этому восприятию, не очень его артикулируя. Но, с другой стороны, слова и вещи, да, это и есть мир человека. С одной стороны, мы созерцаем, а с другой стороны, мы пытаемся понять, объяснить, размыслить. Из этого следует наша способность к существованию. но обе эти способности здесь легко, так сказать, активируются, и в этом музее, я очень надеюсь, транслируются. Когда мы говорим в этой работе о сложных трансформациях пространства, про время я, наверное, старался уже сказать, то обращу ваше внимание на вот эти зеркальные знамена. Когда вы встанете здесь, то вы увидите, что из черноты мелового периода выходят такие черные конструкции, как бы кронштейны, и они же флагштоки, в чем они двигаются, как вниз, так и вверх. И вот вокруг этих конструктивистских каких-то знаков художник завернул, скрутил знамя. А само знамя нарисовано еще там, вы видите, поднимает знамя какой-то огромный кулак пролетария. И это вот такая реплика замечательная. Ну и там знамя, честно говоря, бесцветная, а не красная. А тут она вдобавок стала еще вот таким деформирующим пространством. И вот эта зеркальная поверхность, которая скручена, свернута и даже смята, как вот на том рисунке газета в кулаке какого-то Троцкого. Это новость и новое измерение всей этой работы, которую художник в принципе даже объяснить не может. Тот в один последний вечер в нем вырвалось. Мы ему поднесли, смотри, Игорь, какой у нас замечательный ролл из зеркальных обоев. Где-то он его встроил в портрет и вот как отблеск, он потом в итоге превратил его в скульптуру. А что очень важно в зеркальной скульптуре, что у нее форма не осознается, да? Она проваливается все-таки в изображении. И таким образом получилась пластика пространства, и скульптура, и пространство здесь можно увидеть в принципе в хорошем свете оказаться, особенно вон там. И в них даже отражаются какие-то фрагменты рисунков на противоположных стенах и отражается само пространство. Подводя итог этой детали, можно сказать, что здесь материализуется нематериальное. и это тоже большая ценность, достоинство и загадка этой всей экспрессивнейшей какой-то стихии, живописи, рисунка, пространства, архитектуры. На каком-то уже там далеком слое знаково-символическом можно завести разговор не только о наследии авангарда, которое здесь очевидно, динамика вот этих плоскостей, неважно, они визуальные, фигуративные или просто, так сказать, абстрактные. Это всё, конечно, выдает этот язык супрематизма, как минимум. Но в какой-то момент я вдруг начинаю замечать, что можно даже гораздо дальше и глубже копнуть в историю искусства, особенно российского. И вот, как ни парадоксально, но я вспоминаю православную икону. А вот, кстати, это не совсем, так сказать, противоречит тому процессу, который здесь был. Дело в том, что первая идея, когда мы начали обсуждать в мессенджере с Игорем, что можно сделать вот с этой многослойностью, первым слоем, который уже есть, он первый, кто вспомнил, что в какие-то далёкие советские годы он работал в реставрации, где они делали реставрацию монументальных фресок в церквях и в костёлах. И там существует такая техника, когда скрываются отдельные слои живописи. Вы же понимаете, что все фрески записывались, обновлялись совершенно беззастенчиво. Так же было и с иконами некоторыми. И вот, когда начинают реставраторы такие прямоугольнички вырезать в разных местах одного изображения, это особенно эффектно и вкусно выглядит. Поскольку, в принципе, рисунок сохраняется, но вот колорит, фактура, детали какие-то изменяются. И возникает такое, знаете, многослойное, опять же, многомерное плоское изображение. И это очень красиво выглядит, иногда даже в музеях это выставляют. И вот Игорь это вспомнил и с этого начал развивать этот проект, что тот первый чёрный рисунок, первую фреску мы будем скрывать фрагментами, а на основных новых, так сказать, в грунтах наносить уже смелое то, что сегодня в голову приходит. Это одна такая отсылка к этой религиозной монументальной традиции. Но с другой стороны, когда мы говорим об этом пространстве как о капелле, более того, даже художник в тексте вводном упомянул слово готические прорывы супрематизма и прорези. То, что он делал, это связывало, конечно, с супрематизмом, но и с другой стороны, с готикой. А готика – это чрезвычайно христианско-религиозная история. Поэтому, когда мы смотрим на какие-то вот такие фрагменты, квадратиков, у которых возникают вот такие хвостики, ты, во-первых, можешь сказать, что речь идёт о пламенеющей готике, есть такой искусствоведческий термин, это самое высокого накала и уровня, стиль. Но, с другой стороны, и в иконописи вы иногда находите то ли ангелов с крылышками, то ли там горят какие-нибудь города, они всегда изображаются очень миниатюрно и пламя такими хвостиками. И в этом смысле вот эти вот фрагменты, которые тут и там то длиннее, то крупнее, они вот для меня, с одной стороны, это мощный след жеста художника, он рвал эти места руками, подрезая где нужно, а с другой стороны, это такой иконографический мотив, который я почему-то вспоминаю. В другой момент там цветочки вот эти вот искусственные, ну, посмотрим вот сюда, допустим, на некоторых изображениях иконных так изображаются растения, почти всегда в пустынном таком ландшафте этих синайских каких-то там дали. Ну, икона Рождества, например, так выглядит, мы ее здесь ставим и покажем. Вот, ну и когда вы смотрите на северную, я специально начал смотреть много северных икон, особенно житийных икон, есть такие иконы, в которых по периметру центрального изображения святого располагаются такие квадратики, ячеечки, клеточки, они клеймами называются. Вот в этих ячеечках показывается другого размера тот же святой, но уже в какой-то жизненной ситуации. Его жизнеописание происходит. И там всегда задним планом является архитектура. Всегда очень светлая, белая, и в ней окна и проемы всегда вертикальные, всегда черные, я хочу сказать. Это так красиво, так эффектно, особенно когда смотришься вот этой современной живописи, современной архитектурной такой вот росписи. И вот самая тончайшая деталь в этих житийных клеймах такие архитектурные проемы, окошечки и всегда вход, портал. Что очень интересно, они всегда вертикальные, такие вертикальные штришочки, и вот эти черные штришочки по всему полю иконного изображения, это очень такая авангардная история, очень эффектная. Черного очень не боялись. Если кто-то из зрителей боится обилия черного, не надо бояться, это нормальный, так сказать, богоугодный цвет. И вот эти прорывы, проемы, в коем смысле тоже храмовые щели, так бы я их назвал. По крайней мере, какие-то из них ведут нас в сокровенные сакральные пространства. А в христианстве есть такое важное понятие зиждительная могила. Вот как Христос воскрес на третий день, отвалился камень, все заглянули, могила пуста. Но вот эта чернота этого грота, пещеры, склепа, в котором нет уже смерти, это мощный такой архетип, символ для всего христианского учения, и может быть даже не только. Потому что пройдя через эту точку, человек воскрес. Вот этот черный вход в другое пространство, где он воскрешает, очень важный знак. Поэтому подытоживая как бы и вот этот иконный экскурс и вообще взгляд какой-то с такой дальней и горней выси на саму работу, ты должен задать себе вопрос, кого и что здесь любить? Потому что трудно как-то даже к Марксу относиться здесь чувством безусловного доверия и почтения. Ленин, Троцкий и примкнувшие к ним Радыки это совершенно такие антигерои, но люди с определенной неочевидной позитивной репутацией. Но даже глядя в это зеркало Радыка, ты видишь себя всегда обычно, мы, наверное, должны понимать, что это та самая опасность, к которой надо подойти лицом к лицу, вплотную и увидеть выход именно в этой ситуации предельного какого-то буйства духов, буйства демонов, но тут же где-то в этих черных зеркалах появляются и ангелы, и это просто возможность, и вот эту возможность мы с художником, наверное, предъявляем публике, самим себе прежде всего, возможность, на христианском языке это спасением называется, вознесением, воскрешением, преображением, не надо бояться этих проработанных тысячелетиями понятий, но и внутренняя личностная как бы перенастройка и сборка, вот об этом можно говорить, вот во всем этом хаосе наша задача как зрителей вдумчивых и настроенных на диалог с высоким искусством это собрать самих себя в этих зеркалах, в том числе и свои темные какие-то мрачные сущности, в темноте на самом деле всегда свет светит, вот наверное что нам может дать этот очень я понимаю скользкий тонкий неочевидный экскурс в традицию иконописи абсурд сакрального искусства, там нет понятия авторского самовыражения, но уже на излете 20 века набравшем темп 21 мы уже не так как отцы модернисты побаиваемся стыкнуться и соединиться с этим опытом искусства можно и об этом здесь говорить в этом как бы буйстве антиклирикальности и атеизма хотя мы знаем что очень быстро Ленин стал иконой Сталин стал богом эти психологические человеческие механизмы никто отменить не может даже самый радикальный интеллектуал богоборец и даже несмотря на то что Ниша сказал что бог мертв но человек нуждается в трансцендент вот что мы можем сказать и даже пролетарий которому здесь все посвящено ну давайте многоточие здесь поставим